всем здравствуйте с вами на связи лени я приветствую вас на своем канале это дубль уже неизвестно какой номер почему потому что всегда начинаю делать подводку и останавливаю себя что нет это не надо говорить это не надо говорить вот и фильтрую очень многое поэтому сегодня не будет подводки поэтому вы видите камешки уже выложены потому что уже много-много раз переписывал вот и сегодня мы с вами значит первая позиция зеленый голубой красный 1 2 3 пока вы выбираете скажу сегодня мы заканчиваем с вами трилогию рассказов нашей души и принципе я думаю что будет две части но вот захотелось делаться третью третья часть значит завершающая трилогия называется за какую историю вы так цепко держитесь сегодня мы посмотрим да возможно какую историю мы постоянно прокручиваем до либо на держимся и никак не можем ее отпустить вот без подводки не начну говорить иначе я потом стираю то что записываю кто-то скажет почему или не ну потому что когда я говорю правдиво это больно и люди делятся на несколько сразу моментов кто-то говорит нам это не интересно мы это не слушаем кто-то начинает как-то сопротивляться кто-то начинает осуждать поэтому во избежание как говорится этого держи свой язык за зубами да так дольше жить будешь но силу моего характера это очень сложно сделать ладно итак позиция номер один зелененький камешек выдохнуть выдохнула потому что очень возбуждена хорошо за какую историю вы так цепко держитесь позиция номер один прикольно самое интересное что по моему в прошлом раскладе вот прям те же самые карты выпадали у двоечек у в первой позиции но у меня просто двойки здесь выпадает какая история история говорящая о том что вы постоянно находитесь в каком-то выборе не явно мне либо доживу либо я по моему в прошлом раскладе уже про это говорил потому что карты вот прям видно выложились выстроили в таком порядке как они уже были о чем здесь история история а некого такого выбора на котором вы сфокусированы но сделать вы его почему-то не можете то есть вы стоите перед горизонтом горизонтом своих возможностей горизонтом своих способностей но определиться со своим выбором да вы как-то не можете здесь история о том что прежде чем сделать какой-то шаг до куда-то пойти принять какое-то решение вы вы фокусируетесь а на анализе и ведете какую-то борьбу борьбу здесь борьба знаете она связана именно с вашим развитием но развиваетесь вы через какие-то вот разочарование через какие-то утраты то есть то что вы выстраиваете вам это дается нелегко здесь история говорит о постоянном внутреннем конфликте причем интеллектуальным с чем связана борьба вот еще раз хочу спросить вот там на смотрите ваша история она говорит о следующем вы идете к тому чтобы познать узнать по-настоящему свою ценность дело в том что потенциал у вас достаточно большой и вы человек такой знаете ну способны на очень многое но вот знать и действительно понимать ценить себя это разные вещи и вот здесь ощущение того что вы познаете именно вот ценность самого себя то есть кто вы есть но для того чтобы познать это вам нужно изменить что-то в своей жизни изменить свои какие-то взгляды до какую-то свою стабильность и получается так что у вас есть какой-то размеренный определенный ритм жизни и иногда он как-то вот становится болотом да то есть уже все известно и нет в принципе никакого развития и вот здесь вот получается что в такие моменты до для того чтобы вас вытащить из этого состояния до у вас создается некий такой сценарий именно утраты да то есть что-то происходит вашу жизнь когда вас лишают чего-то либо и и у вас появляется знаете реакция на именно такого бунтарства на эту утрату то есть вы не тот человек который сядет и будет горевать о том что я потерял нет у вас был возникает ощущение некой такой несправедливости и вы начинаете конфликтовать и вот именно вот этот вот конфликт он вас вытаскивает из вашего бездействия и вот через такую кризисную до ситуацию вы в конечном итоге активизируете свой ум и вам приходится выбирать то есть как вы дальше будете делать действовать до что вы будете делать и вы с одной стороны как будто бы опираетесь на свою интуицию а с другой стороны вы опираетесь на на разум на логику вот и это все приводит вот эти все процессы они приводят к вашему росту к вашему развитию то есть вот вы как будто бы выбрали для себя вот этот способ до развития когда все ровно 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 а потом вдруг неожиданно обрыв и вам ну сложно перейти на другую сторону да вы должны либо в пропасть упать либо придумать какую-то систему которая вас перенесет через обрыв ну то есть переведет на другую сторону и это и будет для вас каким-то вот развитием то есть очень часто в вашей жизни были лишения и причем знаете здесь вот эту вот модель вы которую себе придумали да то есть конечном режим в конечном итоге поскольку у вас большой потенциал вы решаете эту задачу то есть она всегда завершается неким таким успехом и вот именно через преодоление вот этой вот сложности нахождения решения этой задачи вы потом начинаете себя оценить то есть такое ощущение что вот изначально вы как будто бы не знаете кто вы и вот вам нужно понять кто вы на что вы способны и вот здесь вот эта вот история если мы говорим за какую историю вы держитесь за историю утрат за историю каких-то потерь за историю сохранить то что вы уже когда-то имели то есть вы здесь цепляетесь за какие-то свои прошлые успехи и вот у вас эти успехи периодически забирают то есть я если например это какое-то вот финансовое изобилие до какой-то достаток то вас его лишает если это отношение то вас лишают отношений если это здоровье вас лишают 2 для того что вот вы как-то начали двигаться почему потому что вы очень быстро привыкаете да вот хорошему вашем случае привыкаете хорошему и вы дальше но не идете вот да вот карты здесь про это говорят как раз таки что вот вы не идете дальше в новое чтобы познать его на вы доходите знаете вот до какого-то предела и самое интересное что вам не бывает скучно ну то есть допустим если вы привыкли питаться как-то очень изысканно да а потом произошла какая-то финансовая утрата и вам нужно перейти на хлеб с чаем как говорится вы неприхотливы то есть вы согласитесь и на хлеб чай но при этом ваш потенциал на что-то такое изысканное допустим на море продукты которые достаточно дорогие но вы соглашаетесь на меньше и вот соглашаясь на меньше вы как будто бы свою собственную ценность занижаете и вам говорят что а вот это нужно изменить да вот эту вот стабильность то есть что вам не даст да вы ну что вам не дадут да вы неприхотливы вы согласны на все но это вот своего рода собственное обесценивание то есть вы сами себя обесцениваете ценности семейные для вас важны да причем знаете историю за которой вы держитесь здесь может быть вот именно лишение либо родных очень близких вам людей либо что то что связанное с семьей ну то есть это это вот ваши руки которые вы проходите история здесь говорит о том что не надо вам сотворять из кого-то кумира понимаете ценность себя вот вашем случае она говорит о том что вы уже кумир понимаете только кумир для себя а вы этого не можете познать то есть допустим но принять это допустим если в профессиональной сфере всегда вы ориентируетесь на других людей и вам кажется что они лучше вас они больше знают они умнее и так далее и так далее то есть вы их возвышаете значимость этого человека на ставите достаточно высоко но при этом если со стороны кто бы посмотрел на вас и сравнил вас и того человека которого вы сделали себе кумиром люди бы сказали что а вы на равных да ну то есть вы такой же величины как и этот человек но из силу того что вы сами в себя не верите да вы принимаете вот как-то осознанно что ли может неосознанно занижаете свою значимость занижаете свою ценность на по уровню другого человека и вам ваша история то есть все что происходит ваша жизнь особенно если это связано с утратами вам это показывает что не нужно себя обесценивать то есть вы сами себя обесцениваете возвышая кого-то другого когда вы ставите выше себя поставите на предистал ситуацию человека неважно что вы автоматом сами себе говорите что а я ниже то есть но у меня потенциал ниже меня способность ниже то есть типа а я жертва а он там может быть я не знаю тиран либо еще что то то есть вот вот это вот иерархия инстинкт и иерархии он вас присутствует но по сути вот интересный момент того что вы по природе лидер то есть вот ваши как-то знаете здесь не то что искаженное зеркало она какой-то обратное что ли то есть вот вы смотрите на человека где-то там он на вершине горы на либо ситуация на вершине горы и это ваша проекция то есть вам ваша проекция что ты вот там должен быть а вы поскольку в это не верите да вы наоборот как будто бы смотрите на себя уже с позиции того человека который на горе то есть вниз и вы воспринимаете себя искаженно то есть что вы ниже вы не достойны вы не ценны и вот это вот и то есть вы хотите равняться на тех людей которые по факту сами должны равняться на вас да то есть вы хотите узнать что-то от тех людей которые по факту сами у вас должны узнать но вы вот 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 этого вот осознание у вас нету то есть поэтому все истории которые будут крутиться а вокруг вас они будут связаны именно семейностью до семейными какими-то ценностями ценностями того что вы уже созрели здесь могут быть разные истории формате страха принять ответственность допустим на себя страха вырасти до страха стать уже человек то есть вам кажется что вы должны кем-то стать а по факту вы уже стали тем кем вы хотите но у вас внутри нету этого принятия то есть нет этого понимания что вы уже тоже человек у вас есть история привязанности то есть вы вы держитесь любыми способами за семью будь то это ваша родительская семья ваша родители да будь это ваша личная семья будь это семья который вы хотите создать то здесь вам говорят вы должны быть автономны у вас нету этой автономии то есть у вас есть какая-то привязанность какая-то связь с семьей потому что это для вас является ценность понимаете и чтобы вам не говорили то есть наверняка здесь утрата то есть к вас могут обесценивать в семье вот но вы будете держаться за это почему потому что для вас это ценность для вас это она очень важно это значимо на то есть вам для вас это понимаете это какая-то опора причем могут быть здесь болезненные истории связанные семьей но вы все равно считаете что без семьи вы как будто бы никто то есть без корней ну то есть ваша семья когда ваши корни а корни они у нас всегда держат землю да то есть какую-то опору а то есть по факту если рассмотреть как таковой семьи может быть уже и не быть да я не имею ввиду физические там отца или мать а именно связи когда мы говорим семья это некая такая энергетическая связь между людей да когда собираются несколько людей воедино во имя чего-то 1 до вот этой вот ценности важность когда один за всех и все за 1 а у вас здесь по факту получается что люди персонажи есть но единство единение нет и вы вам кажется что вы опираетесь на этих людей но здесь вот иллюзия вы держитесь если говорить все-таки за какую историю то вы держитесь за историю которая связана с семьей на и как ценности таковой то есть для вас это очень очень важно я не буду сейчас рассматривать что с этим делать как быть потому что в принципе не стояла такая задача но вот у меня такое ощущение чтобы что-то я не досказала что-то я не досмотрела хорошо тогда я просто без вопросов это еще несколько карт и мы посмотрим то что здесь ощущение того что хорошо за историю семейности я цепляюсь и вот что же мне делать да вот какую потребность она покрывает ну вот и здесь семья вышла понимаете это дает вас это наполняет вас эмоционально это зажигает вас это дает вам какой-то позитив то есть для вас семья это подпитка энергетическая поэтому она для вас важно вы можете не общаться но даже вот это вот понимание что где-то есть эти люди им я они есть в моей голове это уже дает мне некую подпитку потому что когда я буду чувствовать что я один и либо если я реально посмотрю на ситуацию потому что блин никого-то не осталось дать 7 как таковой уже нет она завершилась вот это вот меня опустошит но и возможно даже вы просто в голове своей держите вот эту вот идею 7 которая вас наполняет который дает вам позитив вот и как-то не знаю держит в жизни что ли но здесь вот этот вот ваш урок связанный со страхами и уроки связанные семьей вот здесь вот вам их надо будет прорабатывать поэтому если обратите внимание да то все в принципе уроки вас связаны так или иначе с ценностью семьи нас пониманием семьи как таковой такая вот у нас была первая позиция и мы с вами переходим к позиции номер два голубому камешку здесь за какую историю вы цепляетесь не но это действительно прикольно почему потому что ну второй расклад и тут я мешаю перед вами карты выходят те же самые карты да здесь иллюзии здесь мечты и фантазии фантазируете идеализируете чем какая история здесь здесь как знаете здесь история становления себя в профессиональной сфере не знаете как у меня так получилось обычно у меня двоечки семейные вот но здесь вот как-то наоборот да наверное потому что постоянно заказываем одни и те же цифры вот и как-то вот позиции здесь изменились речь идет о том что у вас очень много фантазии очень много идей и мечт по крайней мере на данный момент которые связаны именно с финансовой сферы либо становление себя как профессионала в социуме и вам пришлось какой-то момент то есть урок который не урок а сценарий который вы здесь проигрываете он связан именно с тем что когда вы ставите себе какую-то цель на двигаться дальше да то есть как-то вот развиваться вы уходите от некой такой неуверенности которая возможно вам соответствует да то есть вы мечтаете вам кажется возможно что это нереально как то что у меня не получится да вот но очень много каких-то вот сомнений неуверенности в себе недоверия к себе вот и невзирая на все это вы все-таки уходите от привычного своего формата и идете в нечто новое разрушая на на здесь прямо три великих аркана выпали разрушая и как-то вот изменяя свою судьбу то есть у вас здесь 4 аркана 4 великих аркана говорят о том что вот вы сценарий до который вы прокручиваете такое ощущение может быть это вот последний ваш такой этап что ли либо вы своей голове скорее всего прокручиваете тот сценарий когда вы набираетесь каких-то сил набираетесь мужества до преодолеваете все свои сомнения страхи неуверенности оставляете их позади и идете абсолютно но идете в новое до через преодоление через разрушение дать через разрушение не каких-то ситуация ала а именно вот этих вот своих качеств незрелых до детских каких-то качеств вот для того чтобы прийти вот к взрослому какому-то вот как будто бы повзрослеть да то есть выйти из этого сценария в котором вы находитесь то есть вот пример приведу наверное вы мечтаете что вот я устроюсь на работу там у меня будет карьерная лестница я смогу себя проявлять я смогу о себе заявите в конечном итоге я допустим достигну вот этого должности потому что она мне соответствует потому что я хочу быть вот таким человеком взрослым зрелым и тогда у меня будут деньги и тогда я смогу зажить так как я хочу и буду уважать и ценить и любить себя здесь вот это вот такая знаете вот как сас как сказка и жили они то ну то есть было сначала все плохо да потом все хорошо потом плохо преодолевание потом опять хорошо и в конечном итоге жили они долго и счастливо вот вот это вот ваш сценарий на то есть вы его в голове прокручиваете и здесь на самом деле акцент не на то кем вы хотите стать да то есть вот когда будет уже вмешательство судьбы когда уже будет вмешательство каких-то вот нам случае великих арканов ситуации которые которые вы повлиять не можете да то есть как будто бы в некий такой волшебный пинок заставит вас сделать что-то вы готовы на это но вот сами самостоятельно вы как будто бы не можете то что вы чувствуете что вы не зрел что вы не способны просто есть некая такая внутренняя не уверенность и вот вам как будто бы хочется чтобы извне была вот эта вот поддержка был вот этот пинок чтобы мы пришли к тому чему чему вы хотите потому что здесь получается очень много карт таких вот с одной стороны детских и потом что-то должно произойти такой какой-то вот переломный этап и дальше до трудности да но через эти трудности я буду взрослеть через эти трудности я буду становиться сильнее мудрее прям знаете вот как будто бы более уверенным да с опорой на себя вот этот сценарий а вы постоянно в своей голове прокручиваете вы по крайней мере мечтаете об этом а почему вот вы не можете этот сценарий отпустить а знаете здесь ощущение того что вот вы как будто бы своей семье хотите доказать да вот здесь вот как будто бы если не семья то кому-то возможно самой себе вы хотите либо самому себе хотите доказать что вы способны да что у вас есть вот прям здесь идет такая олицетворение некой такой силы внутренней данной который вы могли бы опереться то есть не то что вот защитник вот сам себе сам для себя защитник да здесь ощущение того что вот ваша природа она мягкая она такая более пассивная более нежная природа о которой нужно заботиться и вот вот это вот то что о чем вы мечтаете то что вы хотите одно как будто бы не соответствует энергетически с тем кем вы являетесь она является ну какой-то более конфликтных примеру если у вас очень много женской такой энергии пассивной а вы хотите в бизнес то есть у вас есть мечты создания бизнеса создание ну вот реализация себя в социуме заявить о себе в социуме до чтобы занять какое-то место вот для этого нужно больше таких знаете вот условно мужских энергий до таких достаточно активных а это идет в разрез того кем вы являетесь да вот разрез вашей природы и поэтому вам не хватает вот этой вот энергичности вам не хватает вот этого вот огня движения и вы об этом мечтаете вы постоянно прокручиваете какую-то ситуацию например не знаю вы идете прямо как будто бы сон да мне показывает во сне может быть кто-то из вас видят историю о том что вы становитесь героем чего-либо какой-то ситуации да то спасаете там например какое-то бездомное животное от рук детей которые вот издеваются над ним да и вот тем самым ну то есть как будто бы это внешняя ситуация да а она дала вам некое такое раздражение и вы среагировали на нее тем самым став героем в этой ситуации вот здесь вот такое ощущение что вот вам не хватает опоры опора на себя вот какой-то такой активности воинственности знаете я могу предположить что на самом деле это вас есть но она очень подавлена она очень сдавлена очень глубоко туда откуда вот ее нужно вытаскивать силами то есть возможно здесь идет ощущение того что в детстве то вы были таким ребенком и который мог себя защитить тот который мог отстоять сам себя но то ли в силу воспитания то ли в силу какого-то влияния вот такое ощущение что вот вас подавили и вас сделали какой-то вот беспомощной амебой да когда ну типа правила говорят о том что я не могу сама себя защитить до правила говорят о том что вот нельзя так поступать и вот такое ощущение что вот вам внушили много чего и вы хотите да вот и и вы даже способны это сделать но вы это никогда не сделать потому что это идет в разрез чему-то что намного ценнее для вас а здесь такая знаете такое ощущение что ну вот например правила поведения вот здесь вот прям именно какие-то моральные ценности ну утрированно пример приведу что допустим но нельзя в обществе выражаться матом да но это некрасиво мне это несвойственно и вот этого для вас вот красивая такая культурная литературная речь она для вас важно это ценность для вас и когда вот приходится сталкиваться с людьми которые могут выражаться не совсем цензурно вот вас вот прям и хочется до сказать что ну блин у меня уши вянут а мы не надо так говорить и вы вот это вот не сможете сделать да то есть не сможете поставить человека на место потому что это вот ну это идет в разрез вашей морали какой-то очень важной ценности вот здесь вот про это вот опять еще одна воинственная карта да когда вот возникает такое ощущение опасности некой до во внешней среде когда вот прям есть вот это вот желание некой такой амазонки да вот я бы тебе сейчас как двину да и неважно плевать не на как на эти морали как я должен либо должна себя вести ну то есть я я хочу я готова защищать свои границы вот прям знаете вот идет вот это вот желание но по какой-то причине да вы ну не можете это выпустить вот здесь вот прям вот подавленная сказала подавленные вот здесь вот прям смотрите на картинку да мужик с топором кровавленным до переходит и кладбище здесь и церковь и горы то есть но трудности преодолевает то есть вы это не можете почему потому что знаете вот такое ощущение что у вас как будто бы стоит запрет либо блок именно на насилие любого рода и это у вас было в детстве ощущение того что вот здесь история мне показывает о том как маленький ребенок и девочка мальчик неважно видел вот это вот насилие в семье и вот вы как будто вы знаете сдали себе за 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 рог да вот здесь вот я слышал как будто бы вот какой-то знаете вот боже к клятву а вот вы дали себе какую-то клятву что вот никогда в моей жизни такого не будет никогда причем знаете вот как будто бы поверили но вот какая не знаю клятва на крови на которые но нельзя нарушить и вот вы может быть даже это не в этой жизни а в прошлой жизни не знаю но вот здесь вот идет вот это вот запрет на насилие и вот это вот поэтому вот эту энергию вы ее не используете да так хочется сказать но понимаете здесь история то о чем о том что вы хотите стать успешным финансовым человеком вы хотите занять какое-то определенное место в социуме а поскольку бизнес это так скажем но безликая бесполая энергия в контексте того что там ну там все все мужское да то есть бизнес нету женского бизнес это вот это мужские энергии да там нужно конкурировать там нужно выживать там нужно добиваться ну то есть это больше так скажем условно говоря мужские качества вот и у вас на это запрет и вот здесь вот идет вот это вы знаете некое такое несостыковка когнитивный диссонанс говорящий о том что а как ну то есть меня туда тянет и потому что есть память его точно это по скорее всего из прошлых воплощения то есть есть вот это вот в памяти вот это вот энергия что да я могу я способна у меня вот прям вы не случайно об этом мечтаете но у вас это не получается реализовать почему потому что вот эта энергия как раз таки сейчас нет вы не можете да вот прям карта победителя который отрезал голову дракона то есть ну вот победил до одолел какую-то силу вот вам вы никак не можете над собой стать победителем и вы знаете очень часто у вас бывает от этого разочарования очень часто у вас бывает огорчение и и поэтому вот семерка кубков да не умение выбрать даже здесь не про выбор а вот именно вот это вот ваше желание да эмоциональная фантазия о том что вот в один день я стану победителем да я смогу я преодолею я я я буду таким человеком каким я хочу но стоит вам только это знаете вот фильмах обычно такое показываю да и стоит перед зеркалом человек сам себя убеждает убеждает я сильный я могу а потом лоб сразу зевает очки идиода как фрукта овощи голову опустил вниз и пошел на работу стать служащим до которого все там кавычков пинают вот мальчик на побегушках человек не имеющий права высказать не имеющий право слова но стоит ему только прийти домой и осмотрит он снимает эти очки смотрит на себя в зеркало и говорит да блин да ты же можешь ну почему почему то есть вот это вот знаете непонимание вот это сценарий вы постоянно постоянно прокручиваете в своей голове вот за этот сценарий вы держитесь да как вы преодолеваете по сути самого себя знаете вот как то хочется сказать что тот тот формат как вы взаимодействуете с людьми вы очень хотите чтобы он завершился да вы хотите найти решение именно в этой ситуации чтобы дальше развиваться дальше двигаться но вот именно коммуницировать с людьми до именно общение с людьми вам дается очень очень трудно и вы ищете всевозможные ходы-выходы как это можно сделать как можно научиться причем делаете тут долгое долгое время как это можно но здесь понимаете дело в том что здесь вот хитрость а заключается именно в неприенятие но здесь вы как будто бы хотите свою природу отказаться от нее оставить вот это вот более мужскую что ли агрессивную но получается так что отказавшись от своей мягкости вот это вот низкой энергии то есть вы не понимаете ее силу и отказавшись от нее вы все равно даже если приобретете вот эту вот я нискую мужскую энергию все равно не будете удовлетворены потому что любой отказ он он отводит от от баланса да то есть неважно ты белую сторону либо ты в черный ты все равно отклоняешься да суть баланса заключается уметь впитать себя и то и другое потому что ну не может быть монетка только с одной стороны всегда есть противоположное и если вы отказываетесь от одной стороны значит это уже не монетка до каждой монетки есть две стороны медали и вот здесь вот вам говорят что на самом деле вам здесь нужно по семерке мечей найти другой способ решения своей задачи да то есть не через отказ вот это вот своей любви обильности да то есть принятие понимания вот ну вот этих вот кубковых качеств а вы хотите решить проще говоря задачу старыми методами а вам говорят в этом и есть обман то есть ищите новые методы не те которые вы постоянно используете да те которые вы ну то есть вы не получите результат если вы будете делать те же самые действия что вы делали ранее вам нужно совершать иные действия для того чтобы вы получили иной результат и вот в этом то заключается ваш обман в том сценарий который вы прокручиваете своей голове то есть по сути вы прокручиваете одно и то же одно и то же а вам нужно совершать другие действия и тогда вы будете прокручивать другие сценарии будете получать другие результаты вот это если так подытожить и сказать по второй позиции так хорошо мы с вами переходим к позиции номер три и красненькому камешку и давайте посмотрим за какую историю здесь вы цепляетесь какую историю она история изобилия говорящая о том что я не могу я не могу я не могу я связана по рукам по ногам и я не могу изменить я не могу реализовать свой потенциал я не могу стать изобильным человеком я не знаю как я не уверен здесь идет суета здесь идет защита от каких-то своих эмоциональных чушь а суета с чем связано вам сложно преодолеть трудности а в чем сложность сложно связано с финансами сложно связано с кризисом в котором вы находитесь на кризис о чем кризис связано с тем что вы не можете исцелиться от своего одиночества до то что вот мы говорили вы закрываетесь вы закрываете смотрите история здесь говорит вот о чем о том что у вас есть некий такой импульс импульс на на плодовитость на то что вы перешли на другой уровень но вы на этот уровень не приходит не переходите почему потому что он предполагает чтобы вы начали как-то взаимодействовать и коммуницировать с людьми с внешним миром а вам настолько хорошо и комфортно самим по себе в том мирке в котором вы создаете да в своей голове что вам сложно преодолеть вот это вот знаете ну то есть у некие такие границы которые вы себе выстроили да и вам в этом хорошо и каждый раз когда вы выходите за пределы этих границ у вас появляется страх некой такой опасности то есть внешний мир он небезопасен и поскольку вы хотите инстинкт самосохранения присутствует да вы хотите все-таки находиться ну в том своем мире в котором вы создали да в котором вам комфортно но дело в том что в том мире в котором вы находитесь тех результатов которых вы хотите либо на те на которые вы способны либо те для которых вы рождены у вас есть по программе вашей до срождение это ваше вы этого достичь не можете и вот здесь вот идет вот такое вот противоречие которое говорит о том что я хочу да то есть вот это знаете внутренний импульс, да, вот этот вот маячок, голос ваш говорит, а ты знаешь, что ты способна намного больше, да, то есть ты можешь зарабатывать больше денег, да, ты можешь, ну, какие-то возможности иметь больше, у тебя будет больше шансов, достаточно только начать взаимодействовать с людьми. А у вас все на автомате, то есть вы, даже если вы взаимодействуете с людьми, то по каким-то определенным своим программам, да, вы выбираете, вот с этим человеком буду, а вот с этим человеком нет. Ну, то есть когда все известно и когда удобно и комфортно вам в контексте безопасности, когда появляется что-то новое, новое для вас, да, новый человек, который чем-то как-то отличается от тех привычных программ, которые есть у вас, вот, это вызывает у вас некую такую опасность, и вы от него закрываетесь, но закрываясь от этого человека, либо от этой новой ситуации, которая не соответствует вашей парадигме, безопасности, да, вы, по сути, закрываетесь и от шанса. Ну, то есть автоматически, представьте, приходит человек к вам с денежкой, но причем денежка такая вот большой, да, пентакль, как здесь нарисован, вот, и он хочет вам дать, да, то есть вы открываете дверь, смотрит человека с пентаклем, у вас сразу срабатывает новый человек, он не вписывается, потому что ко мне деньги не приходят, вот, и это не соответствует моей какой-то программе. И внутренний голос вам говорит, опасный, закрой дверь, вы, оп, и закрываете дверь. Ну, и тем самым, закрывая дверь этому человеку, вы закрыли дверь возможностей. И вам человек говорит, ну, окей, я понял, ты не хочешь этот пентакль, пойду, отнесу в другое место. И он уходит. То есть вот здесь вот примерно вот такой вот образ. Вы как будто бы видите, да, замечаете, как вы сами себя лишаете возможности. То есть вы понимаете, что потенциал есть, возможность есть, то есть, но что-то такое происходит, что вот вы как-то не можете сконнектиться, соединиться. Вот эти вот деньги, да, вот это вот богатство и изобилие драгоценностей, они как будто бы не могут соединиться, да, нет контакта вместе с вами. Причем вы очень глубоко погружаетесь в себя, вы разбираетесь во многих вещах. У вас прям какие-то такие, знаете, очень определенные высокие ценности присутствуют, да. Вы человек, который уже, ну вот, знаете, может быть нашел какой-то баланс, да. Но вот кризис с людьми, дело в том, что как-то он связан с тем, что вы не можете найти место под солнцем. Вы не можете как будто бы реализовать себя в полной мере. Вот нет вот этого вот ощущения, что вот, понимаете, вот я на своем месте. Вот есть такие дела, когда ты что-то делаешь, и ты понимаешь, блин, это мое. Ну вот это вот голос внутренний, я не знаю, какое-то вот ощущение, что вот это мое, да, и я правильно делаю. Ну вот я называю это ясно-знание, да, когда ты четко без каких-либо определений, то есть если тебя спросить, а с чего ты так решил, ты говоришь, я не знаю, я просто знаю, что вот это вот правильно. Вот это вот я называю ясно-знанием. И у вас такое ощущение, что вы как будто бы это не можете реализовать. Вот это вот ощущение, да, того, что я знаю, что я на правильном месте, вы не можете. Почему? Потому что вы знаете, что вы не на правильном месте пока еще, да. Не то, что вы занимаетесь не тем делом, а возможно ваш уровень, он выше, да. Да, возможно ваш потенциал, он больше, он шире, он глобальный. Я не говорю, что вот, допустим, вам нужно уволиться с этой работы и пойти на какую-то работу другое. Нет, я говорю о том, что, допустим, вы себя ограничиваете, ну вот вы преподаватель, допустим, английского языка, и вы себя ограничиваете там. Вот я могу 5-10 учеников брать, а вот 15 это для меня уже много. Допустим, если вы привыкли там обучать на дому, то работать, например, в какой-то организации, где там 40 человек, их нужно обучать, для вас это уже не комфортно, это уже не безопасно. Но это другой уровень, да. И вон там вы будете понимать, что вон там мое место. То есть, понимаете, у вас есть вот эта вот путеводная звезда внутри вас, которая говорит о том, куда вам нужно идти. И вы это осознаете, но туда почему-то пока пойти вы не можете. Потому что есть вот эта опасность. Вы выстраиваете, вы боитесь своих вот этих эмоций, вы боитесь, что вас будут использовать, вы боитесь, что вам причинят какие-то, ну вот, раны, что, понимаете, вот это вот небезопасно, да. Люди, допустим, будут высказывать свою точку зрения, а я не знаю, как с ними взаимодействовать, я не знаю, как себя сохранить, я не знаю, как сделать так, чтобы... Нос красный стал. Я не знаю, как сделать так, чтобы вот дать им отпор, да. Почему? Ну, я не привык к этому. И вот поскольку вот есть вот эта вот программа, да, я не привык, я не знаю, как, я не умею. Я, по сути, не хочу и научиться, да, и это честно на самом деле. Вот. Но тем самым я ограничиваю себя. Вот за эту программу вы держитесь. вот, вот кто-то мне писал в комментариях о том, что... Вот эта карта, она была в прошлом раскладе. Ну, то есть я при вас, да, держу карту. Вот эта карта, вот и была вот эта голая женщина, которая находится в темнице, в некой. То есть вот то, что я говорила, вы сами себя связываете по рукам, по ногам, да, вы сами себя закрываете в этой темнице. Вот мне хочется спросить, а почему? Почему вы сами себя закрываете в этой темнице? А вот почему? Посмотрите, это детская травма, да, вот видите, детская, да, мама и дочь сидит, и дочери, а мама залепляет какой-то там лекопластырем или чем? Зеленкой, да, зеленкой. Зеленкой. Улыбаюсь, почему колода-то русская. Картинки русские. Ну, то есть художник был русский, женщина. Ой, как алкаш красным носом. Обращайте внимания. К чему я? К тому, что, ну, зеленку за границей не используют. Вот, то есть, ну, понятия не имею, что такое зеленка. Поэтому я улыбнулась, да. Вот здесь вот эта вот ранка, вот это вот ваша детская травма. А с чем? О чем эта детская травма? Очень много боли, да. Очень много боли. А знаете, боль с чем была связана? Что вас не поддерживали в ваших начинаниях. Вам, как будто бы, знаете, осуждали, критиковали все ваши мечты, все ваши надежды. Здесь отрезали вам крылья с детства. И у вас вот этот вот страх остался, да. Причем крылья здесь у девочки нарисован пегас в руках. Вы, конечно, не увидите, да. Это очень далеко, но в руках здесь пегас. Пегас это, ну, летающая лошадь. Вот. И она очень хорошо ассоциируется с арканом звезды, да, с надеждой. Вот. То есть вы держите эти надежды, хотите, чтобы они случились, но при этом вы оглядываетесь назад, да. Что, а вдруг кто-то из прошлого, а вдруг кто-то оценит, а вдруг кто-то оценит негативно, да, будет критиковать. И вот вы закрываетесь. Я же говорю, у вас здесь вот эта вот эмоциональная боль. Ваш сценарий непосредственно связан с вашими эмоциями. Вы боитесь, что вам причинят какую-то боль. Вам будет очень-очень больно. Но вот из-за этой боли вы себя лишаете. Ну, понимаете, то есть с одной стороны весов, та жизнь, которую вы хотите, та, которой вы достойны, а с другой стороны вот эта вот боль на осуждение. Я не справлюсь, я не могу. И на самом деле я не могу. Почему? Потому что вы уже неоднократно пробовали, и вы неоднократно не получали опыт именно того, что вас недооценивали. И вот вы устали от этой боли. Здесь по факту вы не от самой ситуации закрываетесь, да, что вас кто-то будет критиковать или еще что-то, а именно от боли, которую вы чувствуете внутри себя. И вот на самом деле, ну, конечно, взрослые люди, вы понимаете, да, что чем больше вы закрываетесь, тем боль-то никуда не уходит, вы ее так или иначе будете ощущать. То есть это как будто бы ранка, которая не зажила, она постоянно кровоточит. И с этим надо что-то сделать. Что нужно сделать? Боитесь, да, боитесь быть зависимым, зависимым от... Здесь и скорпионы, которые причинят вам боль и рану. Здесь... На самом деле и вы тоже не подарок, да, то есть и вы тот человек, который может манипулировать и управлять, и поэтому вы это и видите это в других людях, да, это в ваша тень, и вы ее как раз-таки и замечаете в других людях, что могут больно сделать. Почему? Потому что вы знаете, как это, да, и вы сами можете сделать, причинить боль другому человеку, если, конечно же, захотите. Здесь очень много огня, здесь очень много амбиций, здесь очень много желаний, потенциала, возможностей, причем здесь как и магические, да, способности, потому что здесь у меня на карте нарисована, вы опять-таки мелкая, да, вы не увидите женщину, которая стоит у нее там на плече, это ворон, ворон, как знающий, да, вот так как живет очень много лет, да, много веков, и является проводником как раз-таки в тонкие миры вместе с волком, и вот здесь вот вы, возможно, являетесь-то проводником, вы об этом когда-нибудь задумывались, о том, что вы являетесь проводником между тем миром, которого вы боитесь, то есть теми людьми, да, мир богатых, условно говоря, мир изобилия, и тем миром, которым вы находитесь. И вот очень интересно здесь карта раскрылась и показала о том, что вы это боитесь, потому что, возможно, ваша задача и является стать тем паромщиком, который будет показывать людям, как преодолевать себя, как приходить, ну, вот, пробивать этот финансовый потолок, или любой потолок, ограничение, рама, который есть. Вот как только вы с этим сами справитесь, вы тогда вот сможете как раз-таки реализовать вот этот вот свой зов, вот эту вот свою миссию, да, условно говоря. Почему? Потому что через себя вы поймете, что вы сделали сами с собой, и у вас это сработало, и к вам пришел вот этот вот поток изобилия, да, и вы теперь сможете взаимодействовать и с ним, и с самим собой. И тем самым вы сможете помогать другим людям. То есть, что у вас будет с этой болью, с этой травмой? Травма останется. Вот смотрите, вот здесь вот мужчина, да, он сидит в роботе, и у него рука сломанная, да, то есть ваша травма, она останется, она никуда не исчезнет, но она не будет вам мешать. То есть здесь человеку не мешает его травма работать, управлять этим роботом. То есть вы от этой раны никуда не дете. Вы будете продолжать. Посмотрите, как красиво карта продолжает говорить о том, что вот здесь вот мужчина, да, который попал в какое-то там болото, либо еще что-то, вот, паутина вокруг, вот здесь вот руки, этих, боже, мертвецов, как их там называют, я забыла. Вот, но он, не зирая ни на что, он продолжает двигаться дальше. То есть смотрите, рана ваша, эта боль никуда не идет. Не нужно ждать, что она когда-то залечится, да, и только после этого я смогу что-то делать. Нет, надо с этой раной научиться взаимодействовать и продолжать свой путь. То есть да, я знаю вот эту вот свою слабость, я знаю, что я вот такой человек, но меня это не останавливает, да. То есть будет момент, когда мне будет больно, будет момент, когда мне будет цеплять, но я готов с этим столкнуться, но я буду двигаться дальше. То есть вы будете двигаться дальше вовне, не внутрь себя по отшельнику, да, уходя глубоко в себя, вы будете наоборот выходить из себя и двигаться, потому что здесь очень интересно, здесь у меня были женские карты, а потом они, оп, неожиданно перешли на мужские фигуры, на то, что становитесь более активным у человека. Да, то есть вы, смотрите, вот вы перестаете, вот здесь вот цветочек, да, а сзади тыквы, и они как будто бы вот тыкают, да, а он грустит о том, что вот его как-то осуждают. То есть невзирая на эти осуждения, да, вы будете дальше двигаться. Почему? Потому что, ну здесь как будто бы еще показано, что вы как будто бы не такой человек, как все, да, тыквы, они все там одинаковые, а вы как будто бы цветок. Ну цветок, цветок, да, но возможно из этого цветка, он же не случайный этот, тюльпан, вот, может быть из этого цветка, на самолет летает, потому что у нас на следующей, по-моему, неделе будет праздник военный, вот, и практику делают. Из этого цветка может, возможно, и вырасти то, что вырастет, вот ваша сила, да, что вырастет ваша сила, и вам нужно двигаться дальше. То есть не нужно ждать, что вы когда-то исцелитесь от этих проблем, а нужно вместе с этими проблемами двигаться. Вот, да, и вот сразу десятка пендаклей выпадает, то есть начиналось все, вот смотрите, с туза пендаклей, в конечном итоге вы придете к десятке, да, то есть вы начинаете с потенциала, который у вас есть, и в конечном итоге вы приходите именно к тому, чему вы хотите, достигаете, причем весь путь проходите. И вот такой вот ваш сценарий. Вот, троечкам сказала по-другому, не зная почему, в других позициях все было по-другому. Ну, на самом деле, как идет, так идет, то есть я не управляю этим потоком. Вот, я с вами прощаюсь, кто досмотрел до конца, не забываем ставить на колокольчик, нажимать на колокольчик, чтобы получать новое помещение. Ставим лайки, пишем комментарии, а я с вами прощаюсь, до новой недели, всем пока-пока!